Приветствую вас. Я свой ответ, пожалуй, разобью на две составные части. Первая часть будет касаться, наверное, того, какой вы можете использовать, выражаясь вашими словами, трюк. Для того, чтобы знать, что и как отвечать, к примеру. Вот. А второе, мое будет ответ касаться какого-то общего, общей какой-то истории, общих каких-то моментов, которые, я надеюсь, тоже вам помогут уловить некие такие общие тенденции того, что с вами происходит. Значит, первое, это то, что в интернете есть такое средство психологическое, назовем его условно так, психологическое средство. Называется оно, это средство паузы свободы. Я не буду на нем долго останавливаться, я просто хочу сказать, что пауза свободы представляет из себя набор вопросов, определенных, вот, которые помогают человеку ориентироваться в том, как ему себя вести, что делать и так далее. Это требует, конечно, определенной практики. Используя данную вещь, используя данный аспект, вы сможете лучше, адекватнее реагировать на на всему других людей. Вот. Это первое. Второе. Второй момент заключается в том, что в целом, вам нужно бы поработать со своей уверенностью в себе, которой у вас, судя по всему, нет. Вы в себе не уверены, вы в себе сомневаетесь, вы как-то, значит, ну, ориентируетесь на социальный аспект больше, ну, нежели чем, личный, личный аспект. Вот. Что, собственно, и приводит к тому, что вы теряете. То есть есть какой-то вот определенный такой элемент сверхмотивации, сверхмотивированности. Делать то, что вы делаете. Тушеваться перед тем, перед чем вы тушеваетесь. По факту это именно такая история. И мотивация, то есть количество загруженных желаниями того или иного общения с людьми, или желаниями выглядеть определенным образом перед людьми. Нужно ликвидировать. Вот. Потому что сверхмотивации быть не должно, с одной стороны. Ценностную ориентированность вашу желательно более точно выразить, более точно выявить. Потому что, ну, как бы, как бы это, это, как бы, такой момент, что вы не знаете, что вам говорить именно по тому, именно по той причине, что ценности, ценностный аппарат, он страдает от вас. То есть тут не надо думать, тут нужно интуитивно, интуицию включать, вы интуитивно уже знаете, что и как, и кому вы хотите сказать. Интуитивно вы знаете об этом. Но почему-то не говорите. Вот. Вопрос заключается в том, почему. Из-за чего. Вы этого не делаете. Вот. Вот, в принципе, эээ, так. Свои чувства вы подавляете. То есть свои интуиции вы подавляете, интуиции у вас подавлены. А, ну, спонтанность, если можно так выразить, если можно так выразить, да. Спонтанность ваша, ваша спонтанность, она подавлена. Вот. Как бы. И... Её... Вашу спонтанность, на мой скромный взгляд, на мой скромный взгляд, нужно раскрывать. Вот. Потому что её отсутствие... Вам мешает. Её отсутствие вам... Ну, как бы... Ну, как бы... Не позволяет вам... Вести себя... Так... Как... Вы хотели бы. По какой-то, ну, вот... Причине. Вот в этом... В этом... В этом... А... Я вижу... Работу... С вами. С вами. В этом направлении. В этом направлении я вижу наш с вами работу. Пример... Ну, ну, к примеру, наш с вами работа. А, да. Как бы... Ну, не обязательно... Наш... С вами. Работа. Но, вижу я... Именно так. Пока. Ну, вот. На этом всё. Если у вас остались вопросы... Дополнительные. Вы можете... Задать... Мне... В личку их. А... Буду рад помочь. Если... Вам... Понравился... Мой ответ. Буду благодарен. Если... Сделать его... Лучшим. А... Я желаю вам всего... Самого доброго. Удачи. Надеюсь, что... Ваша ситуация... Разрешится... Наилучшим образом. ...